Сегодня Якутия – единственный регион в России, где занимаются разведением редких животных для выпуска их в естественную среду. В этом году к проекту присоединилась компания ТАС «Юряхнефтегазодобыча» – дочернее общества Роснефти. Телёнку бизона всего 4 месяца, но он совсем не боится людей и охотно ест морковку из рук. Родители малыша – лесных бизонов – привезли в парк живые алмазы Якутии из Канады 8 лет назад. Однако и здесь, на Крайнем Севере, животным ольготно, а не в заботливых руках владельцев питомника. Нефтяники оказали помощь парку и со студентами вуза-партнёра Мирненского политехнического университета навестили парнокопытных. Вообще у нас такой вот выезд первый раз, чтобы мы там в 7-м году выезжали в парк и в общем мы довольны. «Это хорошо, что за животными они смотрят, как-то ухаживают за ними, всё это контролируют. Это лучше, чем они будут ходить на воле неизвестно где и как. А здесь хоть приехать можно, посмотреть, покормить». Маму, 9-летнюю самку, зовут Мира, а самца, что старше её на год, работники парка назвали Демьяном. Имя детёнышу ещё не придумали. В суровые якутские холода у питомцев отменный аппетит. Чтобы помочь владельцам заповедника в содержании животных, нефтяники приобрели годовой запас корма для семейства бизонов. А понаблюдать за их трапезой можно из новой беседки, которую тоже парку подарили сотрудники ТЮНГД. «Бизонов кормить, естественно, травы, но сена очень много надо. Каждому особи по 4-5 тонн на зиму. И комбикорум туда же, и там же, и овощи добавить, чтобы витамины были. Ну, приличная сумма выходит по рациону. Ну, на одну ось, если вот так, в суммарно денежном выражении, ну, где-то около, ну, не около, а примерно точно 150 тысяч ежегодный рацион получится». Дочернему предприятию «Роснефти», как и для любого недропользователя, важно сохранять природные ресурсы. К заботе об экологии приучают и будущих работников нефтегазовой промышленности. «Мы не остаёмся в стороне от экологии, от хрупкой экологии наших северных территорий. Мы активно, скажем так, проводим всевозможные акции добровольческие. У нас функционирует кружок «Экосфера». Ребята собирают мусор с территории, вот, прилежающей там к водоёмам, ходят в лес тоже, вот такие акции проводят по уборке мусора. У нас функционирует лаборатория по исследованиям, в частности, вот, загрязнения окружающей среды». После практического изучения охраны окружающей среды студенты МПТИ перешли к теоретической части. Руководитель заказника «Плейстаценовый парк» Никита Зимов провёл онлайн-лекцию о пастбищных экосистемах в Якутской Арктике. А ещё рассказал о том, что возрождение жизнеспособной популяции лесных бизонов расширит базу природных ресурсов. Это окажет благотворное влияние на экологию, снижение выброса парниковых газов в атмосферу и борьбу с глобальным потеплением. Вадим Ахмадулин, Алексей Меркулин, медиакомпания «Алмазный край». Он записался.